Событие не рядовое, даже в масштабах страны. Множество людей с генеральскими погонами на открытии госпиталя тому подтверждение. Крутостроительство заместитель министра обороны России прибыл лично. Министр обороны Российской Федерации, военный госпиталь в город Анабах открытия готов. Начальник госпиталя, майор Фойер. Здравия желаю. Вольно. Церемонию открытия госпиталя не мрачил даже моросящий дождь. Добрый знак, переговоривались между собой врачи. Традиционные перерезания ленточки. Затем главное – осмотр помещений. Тимур Иванов не скрывает. Увиденное ему по душе. Госпиталь строили почти 7 лет. Своя газовая котельная и кислородная станция. Солнечные батареи на крыше. Здесь уникально все. Начиная от проекта здания, заканчивая медицинским оснащением. Полностью оснащен высоконаллогичным оборудованием. Больше 250 уникальных образцов медицинского оборудования. На 120 коек наш госпитал, который позволяет ежегодно принимать до 3000 посетителей. Тимур Иванов, по сути, был идейным вдохновителем тех масштабных проектов, которые сегодня реализуются на территории Анапы. Технополис Эра стал основой. На базе бывших детских лагерей Минобороны возвели инновационный центр. Перспектива появилась, его долгостроив по Симферопольскому шоссе. Здесь получат квартиры сотрудники технополиса. В госпитале они будут обслуживаться. Но не только военные и их семьи смогут получать здесь медицинскую помощь. Мы планируем войти в систему обязательного медицинского страхования. И тогда любой житель города-курорта Анапы будет иметь право получать медицинскую помощь в нашем чудесном госпитале. В принципе, все виды медицинской помощи здесь мы сможем оказать. Кроме того, мы укомплектованы современным высокотехнологичным медицинским оборудованием. У нас есть компьютерный томограф, у нас есть магнитно-резонансный томограф, у нас есть современнейшие рентгеновские установки. Помимо этого, для напчан это новые рабочие места. В штате более 200 сотрудников. Начнет работу военный госпиталь уже завтра, 1 сентября. Сергей Корабельников, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.